Благодарю вас, господин председатель, благодарю господина Фелкмана, Гинга и Шимоновича за превосходные брифинги, в которых подчеркивается, что для того, чтобы Совет справился со своей задачей по отслеживанию ситуации в Украине, он должен и впредь получать регулярную и достоверную информацию, такую, как мы услышали только что. Мы также благодарим Литву и его по проведению таких брифингов. То, что мы знаем сейчас о ситуации с правами человека в Украине, вызывает подлинную тревогу, особенно это сообщение о гробном нарушении международного гуманитарного права и прав человека, в том числе неизбирательный обстрел гражданского населения. Новая Зеландия уже решительно осуждала такие действия, и сегодня мы вновь об этом заявляем. Уязвимые категории населения сталкиваются с серьезными злоупотреблениями, они пытаются просто выжить и обеспечить собственную безопасность. Мы особенно хотели бы отметить тяжелую долю инвалидов, о которых часто забывают в этой связи. Сегодня миллион внутренне перемещенных лиц имеется в Украине, год назад их было ноль, 5 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи, год назад таких людей было ноль. Резкое увеличение количества жертв совпадает с трагической эскалацией боевых действий в последние месяцы. И единственное, что успокаивает, это то, что самые трагические ситуации имели место до прекращения огня, которое было согласованно в Минске. Хотя есть какие-то признаки улучшения ситуации после введения режима прекращения огня, мы должны как совет сохранить такую динамику. ЗГС Фелтман говорил о дефиците информации. Мы должны быть с того, чтобы положительные тенденции стали необратимыми. И в конце 2014 года имели место самые худшие моменты, связанные с гуманитарной ситуацией, связанные с правами человека в Украине. В феврале на открытых премиях министр равных дел Новой Зеландии выражал озабоченность по поводу применения права вето. И мы не одиноки в этом. Другие государства ссылаются на пункт 3 статьи 27 Устава ООН. Не повторяйте комментарии, господин председатель. Новой Зеландия хотел бы подчеркнуть, что в тех случаях, когда стороны конфликта знают, что союз безопасности не в состоянии принять решение, сокращаются стимулы для соблюдения международного ментарного права и соблюдения прав человека. И грустное подтверждение этого факта мы видим ежедневно в Украине. Господин председатель Новой Зеландии настоятельно призывает участников конфликта выполнить свои минские обязательства. Не в последнюю очередь прекращение огня должно стать более полным и настоящим. Пока это не будет достигнут, то гуманитарный кризис, нарушения, о которых мы сегодня слышали, будут продолжаться. Еще больше людей будет страдать, еще больше крови прольется и еще больше жизней будет потеряно. По международному праву прав человека все стороны обязаны обеспечить защиту гражданского населения. Когда гражданские лица пытаются бежать из зоны конфликта, они должны получить такую возможность, и они не должны подвергаться угрозе со стороны артиллерии сепаратистов, о чем говорил сегодня господин Шимонович, гуманитарная помощь должна дойти до всех нуждающихся, и все стороны обязаны обеспечить ее доставку без каких-либо препятствий. Международные нормы защиты гуманитарных организаций должны также соблюдаться. Господин председатель, как мы только что услышали, для простого человека ситуация в Украине остается весьма опасной. Соблюдение прекращения огня остается неполным, значительное гражданское население остается под угрозой. Необходимо делать большее того, чтобы обеспечить их безопасность и защитить их от нарушений прав человека. Новая Зеландия приветствует недавний единогласный призыв со безопасности к полному осуществлению комплекса мер, согласованного в Минске, включая полное прекращение огня и отвод тяжелых вооружений при проверке и мониторинге стороны ОБСЕ. Мы также призываем Россию как сторону минских соглашений, которая согласилась на прекращение огня, и которая, безусловно, может оказать влияние в этой ситуации, но без того, чтобы сепаратисты выполняли свои обязательства по достигнутым договоренностям. Это важнейшие шаги на пути к лазострочному политическому урегулированию и восстановлению мира в Украине. И эти шаги должны быть обязательно сделаны. Благодарю вас.